Итоги уборочной кампании премьер Дмитрий Медведев подводил в Курске вместе с главами регионов, в числе которых был и губернатор Кубани Александр Ткачев. Доля Краснодарского края в большом российском Каравае – 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Всего же урожай зерновых культур на Кубани в этом году составит больше 11 миллионов тонн. Это третий результат за всю историю региона. Как сообщил Ткачев на совещании, край уже начал подготовку к осеннеполевым работам. Техникой, ГСМ и семенами хозяйства обеспечены в полном объеме. В разговоре с губернаторами Дмитрий Медведев затронул и страхование посевов. Отметил, что, к сожалению, всего 10% всех посевов в стране застрахованы. Аграрии неохотно идут на защиту себя от рисков. Говорили и о мерах господдержки агропромышленного комплекса. Задача заключается в том, чтобы в условиях вступления во Всемирную торговую организацию обеспечить достаточный уровень финансовой помощи сельхозпроизводителям. Также хочу проинформировать, что сегодня я подписал распоряжение правительства о распределении субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства на 3 миллиарда рублей и в области животноводства на сумму около 8 миллиардов рублей. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, все субсидии должны оперативно доводиться до хозяйств. И это задача региональных властей. С предложением дополнительно поддерживать аграриев, особенно в части молочного животноводства, обратился к главе правительства и Александр Ткачев. Нам нужны субсидии по процентным ставкам на кредиты. Потому что для любого инвестора, для любого руководителя предприятия невозможно жить без кредитных ресурсов. И понятно, кредиты под процентные ставки 16-18% – это нереально. За счет субсидии мы получаем 2-3, максимум 5%. Это уже, в общем-то, удовлетворимый продукт финансовый, с которым можно работать, строить фермы, развивать производство, покупать технику и так далее. Это для нас принципиально. Мы уже в этом году освоили порядка 700 миллионов рублей. Мы хотим еще около миллиарда. Поэтому это федеральная часть полномочий. Мы рассчитываем, и премьер пообещал, кстати. Это, конечно, поддержка молочного скотоводства. И самый, наверное, для нас больной вопрос, конечно, африканская чума свиней, которая, по большому счету, как мамай, в общем-то, прошлась по Кубани и нанесла непоправимый урон. Безусловно, нужно восстанавливать поголовье свиней. И здесь нужны радикальные меры финансовой поддержки, которые будут развивать крупные товарные, высокотехнологичные комплексы. Дмитрий Медведев дал также поручение Минсельхозу ввести постоянный реестр, поддерживаемый государством кредитов сельхозпроизводителя. Задолженность по выплате субсидий по кредитам и займам составляет сегодня около 25 миллионов рублей. Медведев поручил в течение месяца подготовить решение, чтобы выполнить все обязательства перед аграриями. Ольга Десятова, телекомпания «ФКТР».